Приветствую самых уматных зрителей моего канала, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня я хотел бы с вами поговорить о вкусовщине, о нравах и если быть точнее о собственном мнении. Да, на канале теперь я буду высказываться о проблемах, о каких-то вещах в интернете, рассказывать личные истории, которые так или иначе связаны с играми, ну и так далее. С вас как обычно лайк, подписка, ну и пишите что вы думаете об этом. Ну а если вы вдруг не знаете где оформить подписку, которая у вас заканчивается, то у ребят из X Games вы можете и купить нужные вам игры и оформить подписочку Xbox Game Pass Ultimate, ссылочка будет есть что в комментариях. Начну с того, что с ранних лет меня всегда учили одному, имея свое мнение и не забывая уважать чужое. К сожалению, будучи первоклассным лидером мнения и высочайшим по качеству контейнмейкером, я понял, что к сожалению в глобальной сети интернет это правило знают не все, или лучше сказать чихали все на эти правила. В 2014 году, когда только-только выходили консоли восьмого поколения, я тогда кстати и начал вливаться во всю эту дежуху, там обсуждения, различных мнений и тому подобных вещей, поскольку до всего этого я с интернетом знаком был лишь в теории. У меня были друзья, реальные встречи и свое детство я в интернете практически так и не провел, и на мой взгляд это клево. Как вы знаете, я был одним из первых официальных обладателей Xbox One в России, но мало кто знает и много, скорее всего, догадывается, меня за это обсирал кто только можно. Особенно те, кто знал, что я сделаю покупку. Конечно, во всем этом можно сюда притянуть антипеди, который и начал активно подниматься на таком юморе, на срачах, но так или иначе он никого не заставлял кого-либо обсирать, люди это делали сами. К сожалению, со временем это не утихомирилось, уже на дворе девятый поколений консоли, но кто-то все еще обсирает чужой выбор. Окей, если насчет консоли это было привычное дело, то сейчас активно наблюдаются даже споры между обладателями одной платформы. Если же одни топят за ААА проекты, так называемые нормезы, кем я, собственно, и являюсь, то многие очень сильно любят проекты рангом пониже и готовы на 12 тарафлопсах играть в какую-нибудь пиксельную игру и кайфовать. В итоге, в связи с этим, рождается крайне много споров, а потом последуют срачи, оскорбления и тому подобные вещи. Честно говоря, несмотря на то, что я вижу это очень уже давно, я к такому привыкнуть не могу. Я не раз вам рассказывал, что когда я жил в Хабаровске, общался с ребятами, мы тоже играли в игры, обсуждали их, кто-то покупал журналы, в общем, это тоже была крайне интересная и активная тема для обсуждений, но никто и никогда не обсирал чужие вкусы. Конечно, отчасти это могло происходить из-за того, что каждый, кто мог себе позволить обсирать чужие вкусы, мог получить по башке, но никто реально не обсирал чужие вкусы. Наоборот, была радость за человека, к примеру, если у кого-то там была плойка вторая, и когда мне приобрели Xbox, Xbox 360, если что. Все, наоборот, радовались, что у них появился друг, у которого есть новые консоли и к которому можно сходить в гости и попробовать какую-нибудь новую игру. Да, мы лично все ходили друг к другу в гости и проходили игры на двоих, там, Армия Автул, Лефа Дед, Герзефор, Брасов Кобры какой-нибудь, смотрели, как играет кто-то, проходили, например, коопные миссии в Сплинтерселе и так далее. Сейчас же народ изменился в край, ну, по крайней мере, мне так кажется, все вдруг почему-то начали считать себя лучше других. И если кому-то, к примеру, не зашел Скорн, то, извините, значит, ты быдло. Если тебе там, например, нравится Бог войны, извините, но, значит, ты тот по-енормис, который готов платить за ДЛС 70 баксов. И мне кажется, это несправедливо, поскольку все мы в какой-то степени говноеды. И сидеть на безговянной диете не получится ни у кого. К примеру, мне нравилась игра Мстители, я реально в ней играл, помимо сюжетки, ибо мне нравится Битэмап и мне нравится вселенная Марвел. И, честно, я очень надеялся, что эта игра вырастет со временем и порадует нас новыми персонажами, новыми возможностями, там, новым контентом. Увы, этого не произошло, ибо практически сразу игру смешали с говном. Был ли я расстроен? Отчасти да, поскольку игра не получилась такой, как я представлял себе ее поддержку. Но был ли я расстроен, когда кто-то меня хейтил за то, что мне нравится она? Ни капли, поскольку, как мне кажется, самое главное, это просто кайфовать от того, что тебе нравится. У меня на канале, на самом деле, уже давно такое происходит, что я иду против мнения большинства, поскольку я знаю, о чем говорю, мне это действительно нравится, или я действительно так думаю. И, на мой взгляд, такая индивидуальность, она дороже, чем просто примкнуть к стаду. Да, ты, конечно, за счет этого имеешь не такой большой трафик, но тут, как говорится, люди любят, когда им садятся на уши и заливают то, что льет большинство. У каждого свой, короче, путь по этому поводу, и пусть каждый выбирает. И, честно, это в некоторых ситуациях бывает сложно, поскольку все вокруг тебя начинают обсирать, и ты начинаешь себя ощущать, как белые вороны. И мне почему-то кажется, что большинство, как раз-таки для того, чтобы не быть той самой белой вороной, начинает прибиваться к стаду и, типа, начинает вести себя, как все. Типа, ну, если все любят Хейла, ну, значит, я тоже люблю Хейла. Если я скажу, что Хейла не топ, значит, меня заклюют. И это, кстати, даже прослеживается не только среди комментов, но и среди блогеров. Вы, к примеру, не замечали, что тенденции с поколения в поколение меняются, и если же сначала было модно засирать Xbox, то в один миг стало модно его хвалить. И, кстати, переломной такой точкой был видос того же ITP, который попытался вывести на той же ноте, на которую он собирал трафик всегда, но не получилось. И заметьте, сколько в последнее время стало тру фанатов Xbox, хотя в целом концепция этой консоли особо не поменялась. В ней убрали Kinect, не так часто стали выходить все AAA-проекты, в остальном же это тот же самый Xbox One, который даже работает в меньшем разрешении, если перевести аналоги с Xbox Series S. Но, увы, тут правит тенденция. И такая вот тема, увы, она часто прослеживается в комментариях, на каналах лидера мнений, поскольку у многих либо попросту нету своего мнения, и они принимают мнение победителя, либо просто боятся высказать свое личное мнение, ибо их просто засрут. Опять же, пример 2014 год, когда каждый школьник, да и не только школьник, кричал, что Xbox говно. Хотя из самих разговоров выяснялось, что у чела вообще ничего не было, ну там ни одной из консолей, он просто проявлял токсичность в комментах, поскольку это делали все. Класс. А что касаемо своих вкусов и нравов, я уже движу это очень давно, что нет чего-то идеального. И если вдруг вам нравится что-то такое, что большинству не нравится, это нормально. Поэтому, если вы вдруг играете в тот же Genshin Impact, вы можете с гордостью сказать, я играю в Genshin Impact, и горжусь этим. Только лучше говорить потише, потому что, ну, скорее всего, на вас может вылиться море говна. Но в любом случае, это будет ваше мнение и ваши вкусы. И вообще, разве вам не все равно, что думают другие? Опять же, в интернете почему-то многие пытаются за счет какого-то мини-хейта за ваши вкусы показаться чуть лучше, чем вы. К примеру, меня каждый день обсирают за то, что мне нравится играть в Fortnite и в колду. Да, мне нравится играть в Fortnite и колду. Какие могут быть вопросы? Если тебе не нравится в Fortnite, никто не заставляет тебя играть в Fortnite. В чем твоя претензия? Иногда люди пишут на лот, поиграя, например, в тот же Elden Ring, а то фиг ли ты как говноед в мультяшке там играешь. Ну а если мне не нравится Elden Ring, мне что теперь делать-то? Если честно, я реально не понимаю, почему многие считают, что их вкусы лучше, чем вкусы других. Либо считают, что должно нравиться им, должно нравиться всем. Нет, такого не бывает и по факту каждый из нас отчасти, да, говноед. И на мой взгляд, самое главное, это просто быть счастливым от того, что ты делаешь и чем занимаешься. И вся вот эта вот критика извне вас волновать не должна от слова вообще. Она, кстати, на самом деле немножко сбивает при выборе. К примеру, парень покупает Xbox Series S, его сразу начинает жестко обсирать или там советуют, что вот зря, нужно было купить Xbox Series X. И парень под давлением реально начинает теряться, испытывать некую грусть от того, что он сделал неправильный выбор. И честно, становится немножко неловко, что такие вот якобы шарющие чуваки, которые дают всем советы налево и направо, не могут просто уважать чужой выбор или понимать, что конкретно это консоль для человека подойдет намного лучше, чем другая. На самом деле, забейте фиг на чужие мнения и самое главное, что нравится именно вам, а не какому-то там ноунейму под фейковой страницей. Вообще, почему я завел эту тему? А потому что это реально некая проблема соцсетей, которая немножко сбивает эмоциональный настрой у тех или иных ребят и чаще всего небольшого возраста. Хотя у более взрослых людей это тоже бывает и чаще всего в тех вот темах, в которых они попросту не разбираются. И один из примеров опять же те же самые консоли. Покупает консоль, начинает радоваться, всем рассказывать об этом, в итоге его сбивает с выбора и в итоге пацан в тильте. Не надо так. Кто-то начинает загоняться, кто-то отчасти грустит, ну а кто-то из-за этого начинает терять свою уникальность и свои вкусы, пытаясь примкнуть к стаду, чтобы его не заклевали. Из-за этого, мне кажется, в сообществах меньше становится актива, меньше адекватных обсуждений, поскольку все понимают, что нету смысла высказывать свое мнение, ибо ты столкнешься с морем токсичности. И знаете, когда я вижу комменты под своими видосами с таким выражениями, как «а мне нравится», «это мое мнение», и все это происходит без какой-либо токсичности, мне это реально греет душу. Поскольку мне нравится читать адекватное мнение на происходящее, в которое не используются какие-то популярные тезисы ради своей защиты. У человека есть свое мнение, он это может объяснить, и ему это нравится. Твердо и точка. Все те, кто такие, вам вдвойне просто уважение. Поэтому, ребят, мой вам совет, не бойтесь никогда говорить то, что вам действительно нравится. Ибо тут все просто, либо ты имеешь свое мнение, либо чужое мнение имеет тебя. На этом в целом все. Большое спасибо, что вы слушали. Если понравился видосик, ставь лайк, подписывайся на канал. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok